Кот всегда с хозяевами. Где бы мы ни были, он всегда рядом. Он всегда проверяет, что мы делаем. Хорошо ли мы все делаем, да, Пуша? Он сегодня хандрит, что-то не хочет кушать и того и сего. Не знаю, что ему дать. Придется бежать за мясом. Купить ему копченого мяса. Купить ему сметаны. Хочется сказать еще водки купить ему в довершении всего. Потому что у него такие вкусы, как у дядьки здорового, а не как у кота. Скажи, Пуша, я бы от водки не отказался, да? Пусть он недоволен хвостом своим, трепахает. Моя огуречная грядка потихоньку дает плоды. Вот видите, какие уже плети длинные. Значит, надо уже их прищеплять. Вообще положено 3 листа и отрывать верхушку. Я, конечно, пропустила 3 листа. Вот еще пчелы прям гудят. Так, этот огурчик уже хочет в салат сегодняшний. Тут тоже надо верхушечку прищепить. вот так вот огурцы будут книзу спускаться под тяжестью плодов. Вон еще огурчик тоже хочет в салатик. Я уже подкармливала один раз эти огурчики, разводила дрожжи. Взяла примерно столовую ложечку дрожжей, чайную ложку сахара, развела пол-литра воды, а потом добавила налейку пятилитровую, когда постояла и побродила немножко. И полила. И сразу дело пошло. Огурчиков стало намного больше. На каждой ветке много огурцов. Вот я уже со следующей недели огурцы покупать не буду. Разве что куплю посолить в банке, такие малосольные сделать. Очень экономно и выгодно выращивать огурцы для своего потребления. Конечно, закрывать не хватит, но на все остальное огурцов будет достаточно. Кот тоже хочет, но мы ему не дадим. Я собрала первый урожай своих кабачков. Видите, какой толстунчик. Я чищу кабачки, прежде чем что-то готовить из них. Напишите в комментариях, вы чистите кабачки? Я думаю, что шкурку все-таки надо чистить, потому что она слишком плотная, ее будет неудобно есть. Буду делать сейчас супчик, а вы, конечно, со мной. Вчера закрывала вишню на пирожки, на вареники, просто в собственном соку. Не показывала вам, потому что вы и так все знаете. Сейчас сезон вишни, многие закатывают. Я просто хочу напомнить вам рецепт, чтобы вы не заглядывали в интернет. Рецепт очень простой. Я вишню очистила от косточек, в каждую пол-литровую банку положила по 2 столовые ложки сахара, наполнила доверху вишней без косточек, не заливала ни воду, ни сок, а просто вот так вот плотно натолкала банки вишней и простерилизовала от момента закипания 15 минут. Все крышками закрыла, вишня остыла. Очень хорошо так получается. На следующий год будут у меня вареники и будут у меня пирожки с вишнями. Готовят сытный, но в то же время легкий супчик и с кабачком мы будем сразу в кастрюле. Наливаем любое растительное масло, отправляем лук. Потом морковь. Немножко потушим все это. Высыпаем кабачки. И тушим до готовности. Добавляем сюда картофель, соль, перец и кипяток. Делаем огонь поменьше и тушим до готовности. Попробуем вилкой готовить наш суп. Овощи в мягкие, хорошо протыкаются вилкой. И теперь добавим туда два плавленых сырка. Сырки я хорошенько размяла. У меня сырки высылая курилка. Это лучшие сырки, которые на Украине продаются. Хорошенько надо размять, чтобы они быстро растворились в супе. Все, пусть немножко покипит. Суп у нас почти готов. Теперь немножко поработаем блендером. Ставим суп орбатный на огонь, чтобы он закипел. Ну, вот такой суп получается. Вот такая у него консистенция. Очень-очень вкусный. Нежный такой вот вкус, без всяких как бы лишних примесей. Даже не поймешь, из чего он. Ну что ж, приятного аппетита! Ну вот, теперь уже и мы дуем на холодную воду. И на крайний случай запасаемся автономным блоком. Мы давно его хотели, но никак не собирались. Никак не могли собраться, да? Но, как стало военные действия на Старе, все это сразу же подстегнуло. Да, но купить уже было очень проблематично, потому что эти все газовые баллоны, они производятся в Китае, и сюда они приходят в разборном виде, в Харьков. В Харькове есть специальная фирма, которая занимается этими газовыми баллонами. Хотели взять побольше в объеме, чтобы уже было так на месяца два, но, к сожалению, нет. Этот 8-литровый еле купили. Там 5-литровые, так даются эти маленькие, и все. А вот такие поболее, которые действительно на более длительный срок, практически нет. Что нужно понимать, что сюда вот в этот 8-литровый баллон влазит сколько? 6 литров по паспорту. И 6 литров нам на заправке и заправили, правда? Да. Ответственный момент. Чем хороший этот баллон? Да. Дело в том, что я на старом баллоне на ветровом, в котором жена мучилась, вечно она поджигала пальцы. Это было так неудобно, она никак не могла его зажить. Поэтому пришлось взять газовый баллон с пьезо-запуском. Да, чтобы был удобный. Красота! Ого, слушай, можно сделать потише, что он так фугует? Весь газ сейчас выйдет. А еще тише. Красота! И спичек не надо. Очень удобно, я тебе скажу. Тебе нравится, как он работает? Главное, чтобы тебе нравилось. Утобно, что есть ручка, потому что баллон он же не очень легкий. А чё ты его не ставишь в коробочку? Он сейчас нагрелся. Ты хочешь, чтобы он остыл? Желательно. Коробочка картонная. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok